Всем привет! Маня, я осталась. Мы можем прохавать, помнишь, потом в твоей кафешке ты душу на себя. Хорошо. Только что вышли со скрининга, со второго. Вот это был Чиладой Маловек, который тоже присутствовал на этом мероприятии. И нам показывали и в 3D, и в 2D у малыша. Это круто. Да? Что ты скажешь? Что ты чувствуешь? Я бы сказал, что этот кабинет нужно назвать и кабинет номер 17, а кабинет счастья. Да, потому что, чтобы вы понимали... Это уже мило. Определение пола платное. То есть мы заплатили 700 рублей. Смотрите, нам вот так вот конвертик положили, и там пол наш выбор. Мы можем, конечно, сейчас прям вскрыть, но нет. Мы отдадим это человеку, который поможет нам организовать гендер-пати. Кто это будет, я, честно говоря, пока не знаю. Еще нам отдали вот такие снимочки. Вот сейчас я вам покажу в 3D. Смотрите, такой сладкий малыш или малышка. Она, короче, или он, сначала ручками, кулачками закрывалась и не хотела показывать личико. Там несколько раз перефоткивали. В общем, с характером ребенок у нас. Кстати, хотим вам рассказать, что мы видели, как малыш вот так ртом делал. Он либо мух ловил, либо капельки дождя. Нет, мне кажется, он... А, мне еще показалось, что он вот так вот, когда закрывал кучками личика, он потом как-то вот так сделал, как будто помахал. Это так мило было. Но не разрешают они, в общем, вести там съемку. Поэтому я очень хотела бы, но... В общем, это круто. Я желаю всем, кто ждет малыша, испытать эти прекрасные эмоции, потому что это прям реально волшебно. Это ни с чем не сравнимо. Я еле сдержала слезы, потому что на первом скрининге я плакала. Вот, поэтому... Мы сейчас быстро покушим, а потом я еду на работу. Очень хочется кушать уже. Очень хочется быстро кушать. Очень быстро покушим, и я поеду работать. Еще у нас сегодня ровно 20 недель. Ровно половина беременности уже прошла. Еще примерно столько же. Ну, я не знаю, буду я до 40-го недели ходить или нет. Экватор получается. Ну, экватор, половина беременности. Все, Илья. Все. Все, все, ехать, правда, скоро? Все, Илья, все. Все, никаких вот этих вот плакет. Каких? Никаких. В общем, мы сегодня хотим сделать красивую фотографию. Я найду какой-нибудь тортик, найду число, цифры 20, да, чтобы его можно было воткнуть в этот тортик. И сделаем красивое фото. Может быть, какой-нибудь рельсик запишем, да? Да? Да. В общем, круто. Прекрасно. Прекрасно. Короче, я не знаю, я сейчас режу овощи, просила друга там еще пиццу заказать, потому что я вообще ничего не успеваю. Почему у нас, как обычно, все через вот так? Какой-то вредный ребенок, что ли, или что? Это знак? Причем, знаете, мы еще с Льей хотели, типа, прикольнуться и купить, ну, другого цвета дым, чтобы, типа, вот, например, там, бахнул розовый, а у нас, допустим, мальчик, и только мы поняли, что на самом деле это сын, а все подумали, что дочь. Но мы такие, типа, да не, ладно, не надо. И тут просто вселенная такая, а почему бы нет, а давайте. Короче, это угар. Нам через час уже, ну, как бы у нас через час сбор гостей. Мы еще, как бы, дома, у нас нету дыма. Пипец, просто самый главный момент. И вот, в общем, я надеюсь, что все окей будет. Сейчас Илья что-нибудь придумает, что-нибудь найдет. Я просто, у меня нет слов. Короче, все, мы едем, время 4.05. Да, мы должны были быть там в 4. Все, как обычно, по плану. У нас все вогремя. Да. Короче, там Иришка уже, она пытается найти нам беседку. Надеюсь, что-то получится из-за этого. Либо мы будем на прорезу. У нас не может не получиться, раз с нами Иришка чики-пики. Ладно, давайте уж, давайте уж, пока мы едем, Илья, собственно, человек, который участвовал в этой ситуации, расскажет, что же произошло, от чего у нас был форс-мажор. Значит, форс-мажор у нас случился по одной причине. В городе с населением неофициально уже под миллион скоро подойдет. Нет, у цветного дыма для определения было ребенка, извините. Ну, именно нашего цвета. Да. Да, вообще, в принципе, один магазин на всю Тюмени есть, где такое продается. Все остальное выбирается. Нельзя просто приехать и купить. Это ладно, обычного даже дыма нет. Да, даже обычного нет. Есть типа фиолетовый, зеленый. Желтый, оранжевый. Что хотите, то и делаете, да? Ну, лишь бы не розовый и не голубой. Короче, мы купили дым. А в итоге-то не было ни голубого, ни розового. У нас либо синий, либо красный. Короче, да, у нас. Это самое близкое, что я смотрю. Там не было не только дыма, но еще и огнетушителя не было нужного цвета. Фоли красок даже не было нужного цвета. Вообще, только хлопушки были. Хлопушки были. Но на природе, как вы говорите, хлопушку хлопнули. Да, типа мы не хотели мусорить, мы хотели максимально экологично, чтобы это было. Мы как-то в доме хлопушку хлопнули, до сих пор на люстре. Это было три года назад, да. Так что, такие дела. Супергерой мой. Сейчас достает пистолеты. Ну, красавчик, красавчик. Жена, любимая, да? Ты к жене бежишь? Что, какой норматив? Сколько? Ты ко мне бежал. Конечно, пофиг на беременную жену вообще. До свидания. Да, спасибо. Давайте, раз, два, три. Значит так, подсказка. В имени... Есть четыре буквы. Нет. Я зачеркиваю. Нет. Можно я договорю все-таки? Значит, в имени и мальчика, и девочки есть такие же буквы, как и у меня, и у Лизы. Да. А у вас весь алфавит, да? Ну, не весь, но много. Я знаю, знаю, знаю. В общем, давайте пишите, кто угадает имя в итоге, тот получит ништяк от нас. А еще такая тема. А вот все, все, достаточно. Этого достаточно. Все, пишет, привет, привет, привет. То, что я блог, я блогер. Так, кто еще? А ты не хочешь посылать живот для влога? Ты, быстро, я. Снимаемся, блин. Чуть-чуть, длительма. Собственно, вам нужно будет давать ответы на эти вопросы. Да, конкурс называется «Кто лучше всех нас знает». Но мы вопросы будем задавать так, чтобы ответ на них был там одним, двумя словами. Да, да. Чтобы там не нужно было предложение. Да, да, да. Все готовы? Да. Первый вопрос. Месяц и год, когда мы познакомились с Ильей? Вы сами меня это помните? Да, мы помним. Мне бы вспомнить это. Месяц и год? Примерно. Че? Не корову? Да, примерно. Вот как душа вам говоришь. К-2. Значит, нужно написать два слова. Как вот в обычной жизни я к тебе обращаюсь? И как она ко мне обращается чаще всего? Ну ладно. Че? Она точно. Там много. Все подробности. Ира. Нет, вот чаще всего. Пока. Самое интересное, что... Все знают, что у нас скоро годовщина. Когда у нас была свадьба. Итак, четвертый вопрос. В связи с тем, что моя любимая жена, горячо уважаемая, этим летом закончила университет, вопрос заключается в следующем. Кто она по специальности? Вопрос. Или заметь, это сама. Кто смотрел мои влоги, там прям есть название. Не знаю одно слово. Ну что-нибудь напишите. Чем больше слов из названия специальности, тем лучше. А можно просто перечислить? Эскорт, услуги, да? Это все. Такое блюдо мое любимое, от которого меня отвернуло в беременность. Я знаю. Мы просто там сидели, в этом году написали. У тебя несколько. Можете написать несколько, это даже плюс. Вот они все знают. Вопрос номер шесть. Вопрос номер шесть. Значит, что Лиза делала чаще всего в первом фильме? Друзья, вам нужно написать места, в которых был мой малыш. Блин, это тут еще и смысле? В плане там развлекательный и так далее. Где он уже тусил, где он побывал? А, была беременная. Да, где я была беременная. Так, вопрос номер восемь. Сколько на Лизе сейчас вещей, которые муж купил? Есть подсказка. Количество вещей совпадает с полным количеством месяцев беременности. Но нужно перечислить эти вещи. Мы просто чувствуем все. Смерть девять. Давайте, последний, заключительный вопрос. Вы должны угадать. Значит, не так давно. Мы как раз были на втором скриннинге, где, собственно, нам пол ребеночка определили. Так вот, вопрос отличается в том. Было ЧСС у ребенка на последнем вот скриннинге. Чистота, сердце. А на скольке, сколько можно руки? А диапазоны какие? Какие придумаете? Давайте диапазон. Давайте так, не больше двухста. Не больше двухста. Это ты говоришь в минуту? Да. Самое... Давайте так, от 130 до 200. Я просто уточнил. Вы выбираете одного человека. И одному человеку делаете... А вот еще один человек. Я знаком знаком. Опачки. А вам сейчас в парах нужно выбрать сборческого человека. Как вы считаете? Что, что ты хочешь? Жесть. Давай я лягу тогда уже. Так, отлично. На самом деле, я, короче, думал купить бумагу. Наиля, очень хорошо стоишь. Мне нравится. Так, а тут что, дырочка для прохода, да? Да вы что, должна выходить? Там газ будет выходить. Ой, хорошо, молодцы. Ой, вот тут у нас вообще уже прям скорость. Алина, ты будешь хорошей мамой. Вот, вот сразу видно, опытная. И заколочкой зацепила. Прекрасно. Сейчас, может, другую рулон дать, что-то... Красота. Отлично, это тоже для выхода, да, у нас здесь? Да. Ой, хорошо, тоже видно, опытная мамочка у нас тут, пожалуйста. Не, ну, вернись теперь, сюда, где-то грамма. По полу не покатай. И тут еще дырку надо сделать. Отлично, молодцы какие. Так, вот такой у нас шедевр получился. Очень красиво. Видно, что дизайнерская работа. Вот это, вот эта моделька, это дизайн в стиле. Это дизайн а-ля Тутанхамонка. Хорошо, отлично. Это для взрослого. А, это для... Супер, продала. Друзья. Стоп, нет, а теперь давайте повернемся. Стоп, тихо. Повернемся попки, посмотрим на попки. Да, поворачиваемся. 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 Поворачиваемся, пока смотр. Так, на эля защита супер. Отлично. Хорошая реклама. С любовью? Отлично. Так, ну-ка все, нельзя. Ника, хороший бренд, знаю его. Так, теперь поворачиваемся. Так, друзья, теперь все вы получаете по балу. Молодцы, клево. Но это еще не все. Это еще не все. Сейчас нужно проверить ваши подгузники на прочность. Значит, сейчас по команде, слушаем, по команде вы должны будете добежать вот до этого столба. И чей подгуз выдержит? Чей подгузник выживет лучше? Добежать? Добежать, да, и ладошки забажите. А вот это, вот это время. У кого целей получится, у кого целей получится. Да, команда и победила, да. Три, четыре, побежали. Что за тысячи? Я ребенок, я время нахожу. На три, четыре, нахожу. Это самоликвидирующая. Так, ну-ка бумажки все подбираем. Бумажки. Открывай! Открывай! Идет? Я замерила! А я говорила, 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 я поняла, что там такой голубой, я такая, а, ну понятно, и потом такой, что розовый. Мне кажется, да, я почему бы там по вашей реакции, что делать-то, ё-моё. Я взяла по реакции и поняла, что похожа девочка, потому что, если бы все, короче, было бы то, что все думали, то не только. Я тоже. Поняли, почему мне сон снился, походу, реально, офигеть, я в шоке. Я в шоке. Это было обалдеть, серьезно. Ваши волосы, ваши волосы. Я в шоке, я не ожидала реально. Я удивлен, я удивлен, приятно удивлен на самом деле. Я всю жизнь хотел сестренку, у меня будет дочка. Просто, чтобы вы понимали, почему я была еще уверена, у него одни пацаны. У меня родители вообще будут рады, потому что у нас девчонок в роду ни у кого нету. Мама одна единственная дочка там. Офигеть. А имя мы когда узнали? А еще это? Какое имя? Красивое! Скажите! Так, пойдем проверять бумажечку. Нужно удостовериться, что это правда, что ничего не перепутали. Мы перепроверим. Поздравляем, у вас будет девочка. Вот поэтому и не было нигде этих... Офигеть. У всех девки, видимо. Офигеть, я вообще в шоке. А че ты синий, Алина? Переобулись. Что-то недвиженных у тебя. Два, да? Да, да, да. Класса как раз. О, вот это хороший животик. Так, а тебе идет? Офигеть. Это было бы очень страшно, если спон был именно вот... Вот такой вот, ну... А ты куда? Помяни ребенка, чтобы какие-то. Я тут. Я его проглотила. Когда-нибудь я сделаю сиськи, да? На что накопила, да? Вязать, да? Ты туда надула, Таня? Нормально. Алина тебе тоже идет очень хорошо. А как тебе вязать? Дай, да, что он не должен его просто. Там как-то ребенок у тебя. Приседать? Ты может другой надуешь поменьше? Нет, там вниз еще. Понял. Девочка, все. Я в начале июля. Лиза, это жесть, я ног не вижу. Ага. А вы говорили, это легко. Ты у нас проблема в таком ногах. Я ничего другого еще не вижу. Вот, чтобы вы понимали. Мы заказываем велосипедки, она их заказывает 10 штук. Из 10 одни берет, потому что там резинка хорошенькая. А подождите, надо было расстегнуться? Нет. А вот Никита не привыкать, она наверно умеет. Алина, спустите меня тоже, пожалуйста. У тебя похож. Только что-то там уже пол-поздно узнали. Так, вы что, готовы? Теперь? Сколько сильно развязать? Просто развязать? Прям полностью развязать, а потом обратно завязать. Все. Начинаем. Засовывай, засовывай давай. Беременеем, быстро. Так у тебя он не там. А где он? У тебя маленький срок. У тебя маленький срок. У меня какой-то живот неправильный. К Елене Юрьевне в кабинет вот так вот все проходят. Это было бы прикольно на самом деле. Спасибо, вы большие молодежи. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. Нууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ещё пузо есть, быстрее. Разродилась. Это так быстро происходит. Прежневременные произошли. Ой, у тебя вообще похоже сейчас. Я не устаралась. Я устала носить. Вика, выходи домой. Ты видишь, я беременная. Я ж мать. Девчонки, мальчишки. У нас тут девочка. У нас всех. Спасибо, друзья. Нам очень приятно. Будем разбирать подарки скоро. Хочу с вами поделиться тем, что же подарили нам друзья вчера на гендер-пати. Очень крутые, щедрые, нужные подарки. Я прям безумно счастлива, нам очень приятно. И хочу начать с вот такого вышущего пакета. Вот. Кстати, очень красивый цвет. Вика думала, видимо, что это будет мальчик. Поэтому в таком зелено-салатовом оттенке. Короче, здесь много всего. Почему? Потому что у Вики есть дочка, моя подружка Вероничка. И вот что-то осталось от нее. И, короче, это прям круто. Во-первых, вот такие вот сказки. Вот столько сказок, которые я могу читать малышке. Ну, наверное, прям практически с самого начала. Потому что хочется все равно с ней взаимодействовать. Чтобы она слушала мой голос. Чтобы она это все фиксировала. И песенки ей тоже всякие буду петь. Вот. Мне уже так интересно посмотреть, какая она у нас. Такую нужную вещь Вика мне положила в подарок. И отправила подробную видеоинструкцию, что это и как этим пользоваться. В общем, это стерилизатор для бутылочек, для сосок. И в этой штуке можно еще подогревать молоко или смесь. Так как моя Вика работала в бренде Вилета. А этот бренд я очень люблю. У нее остались вот некоторые такие эземплики. Здесь вот масло для беременных. В миниатюрках. Обожаю это масло. Но я его не успела купить. То есть, когда я забеременела, их уже не было на сайте. Это вот масло именно как раз из линейки Мама. От растяжек. Блин, они даже у них в стекле обалдеть. Я думала, что, может быть, не в стекле, а в пластике. Круто. Ну, то есть, я вообще счастлива. У меня есть еще масло от Фриол. Но я вам потом расскажу отдельно в видео, в другом видео, про свой уход в беременность. И там как раз поделюсь, какими маслами я пользуюсь. Ну, вот этими, соответственно, тоже буду пользоваться. Очень крупные они. Здесь есть еще что-то для малыша из линейки Бэйби. Шампунь-гель с календулой. Ну, они вот как бы в миниатюрочках таких идут. Да, это все шампунь-гель. Да, и тело, и волосы. Так, вот это тоже календула. Но это, я думаю, крем какой-то. Да, это крем. И это тоже все крема. Так, а вот это другое. Это гель. Для чего? Воу. В общем, здесь нет по-русски ничего не написано. В общем, я буду открывать сайт, смотреть, что же там такое. Следующий подарочек это мне Диана подарила, которая знала, что будет девочка. Здесь очень красивый подарок. В бежевом нежном оттенке. Вот такая вот шапочка. Как раз вот на весну, когда у меня малышка уже подрастет, я думаю, что ей эта шапочка как раз вот на весну, на вечернюю прогулку, летом даже. Она очень мягкая, комфортная, по-моему, из хлопка. Да, из натурального хлопка. Прям очень-очень мягкая на ощупь, такая нежная. Потом есть вот такой бодик. Посмотрите. Видите, ну это тоже уже, когда малышка подрастет. То есть вот ближе к лету даже, наверное, я думаю. Потому что это 68 сантиметров, 44 размер. Тоже стопроцентный хлопок. Очень нежно, очень красиво. И вот такие носочки. Вот такая маленькая милочка. И то, понимаете, вот эта ножка, это уже, ну как бы, когда уже ножка-то побольше. И вы представляете, вот так вот я ее одену. Красиво сфотографирую. Блин. И у меня даже, смотрите, топик под этот цвет сейчас. В общем, круто. Очень стильная малышка у нас будет. Подарчик. Я, к сожалению, не поняла, кто это. Потому что, мне кажется, как будто мне его просто оставили и все. В общем, очень клевый бодик. Пожалуйста, скажите мне, кто это подарил? Это прелесть. Смотрите, с авокатками. Мне кажется, это явный человек был за мальчика. Но, но. На самом деле, очень тоже универсальный, клевый. Очень нежный, мягенький. Тоже размер 62. То есть, когда уже малышка будет побольше. Но клево. Вот авокадо, это тоже, на самом деле, максимально такой, я думаю, нейтральный. И такой зелененький цвет, приятный. Клево. Очень веселенький. Вот этот шикарный красный пакет мне подарила Нейля. В нем лежит конвертик с денежкой. И, самое главное, боже, я не знаю, как она это сделала, но я безумно хотела эту книгу. Она лежит у меня в корзине, на зоне. Я эту книгу хотела начать читать еще до беременности. Но я читала потом другие книги. Вот эту я так и не заказала. «Тайная опора». Я очень много слышала про эту книгу. И отрывками где-то что-то смотрела, читала. Но мне хотелось вот именно саму книгу. Пахнет вот этот запах новой книги прекрасно. В общем, здесь про то, как вести себя вообще с ребенком, про воспитание, про взаимоотношения. В общем, книга реально крутая для тех, кто планирует детишек, у кого уже, да, сейчас в животике есть ребенок или уже есть ребенок. Мне кажется, что было бы очень полезно почитать, если вы не знакомы с этой книгой. Следующий подарочек от Танюши. Она, кстати, была за мальчика, но пакет, смотрите, какой подарила, как для девочки. Вот. Танюша подарила мне очень нужные тоже вещи, которые были в списке, которые я скидывала ребятам как подсказка, чтобы нам было полезно получить в качестве подарка. Здесь у нас такие бутылочки от Авент. Я хотела именно их, потому что тоже много изучала информации, какие лучше бутылочки и так далее. И многие их хвалят, потому что, во-первых, у них очень маленький размер, то есть их можно взять с собой и на прогулку и так далее. Здесь как раз две бутылочки. Одну для водички, вторую для молока хочу использовать, ну, либо для смеси. И самое главное, что многие пишут, что здесь, ну, и сам производитель также пишет, что максимально приближен к соску вот этот вот, как эта штука называется, в общем, вы поняли. И малышу максимально комфортно будет. Также я очень хотела муслиновые пеленки. Я еще буду их покупать, потому что из всех обучений, из всего материала, что я посмотрела, я поняла, что у меня их должно быть, ну, как минимум, штуки 4-5. Что я буду с ними делать? Во-первых, в них можно купать малышку, в них можно после купания малышку укутывать, то есть как в халатик. Малышка может на них ползать, ее можно пеленать в эти муслиновые пеленки. Можно летом, когда идете на прогулку, коляску закрывать, да, то есть здесь стопроцентный хлопок. Вот, очень она классная, за жирафиками, класс. Конечно же, я просила ложки, ну, Танюша мне купила ложки-вилки, и именно силиконовые. Потому что, когда у малышки уже начнется прикорм, и будут, скорее всего, уже в этот момент примерно лезть зубки, да, то есть у них уже чешутся десна, они могут грызть как раз-таки вот этот вот силиконовый предмет. Вот, и клево, что они вот здесь на присосках, то есть можно вот так поставить, малышка тоже может играть. Ну, прикольно. Я прям рада. У нас есть еще один подарок, но его нам подарили не вчера, его подарили нам немножко пораньше, друзья, которые, к сожалению, не смогли присутствовать на нашем празднике. Вот, работа у всех взрослых людей одна проблема, собраться, да, то есть это работа. Они подарили нам немножко заранее Никиту с Олей, мы их очень любим и благодарим еще раз за подарок. Здесь вот такой сертификат в Озон, или на Озон, в общем, вы поняли. Вот такой набор игрушек, здесь их четыре штучки, они все шумят, очень яркие, интересные как раз, и мне нравится, что они все разной формы, и где-то что-то выпукло, то есть это моторику очень хорошо будет развивать. И есть вот такие вот прорезиненные, то есть если опять же таки будут чесаться десна, тоже вот это все будет малышке прикольно кусать и так далее. Есть такие у нас приятные хлопоты, теперь приятные покупки и обзоры, мне очень радостно это все делать, и я прям жду, не дождусь, когда мы наконец-то пойдем докупать все, что нужно нам, да, по списку, в том числе, кстати, коляску, кроватку, мы уже, в принципе, определились с выбором, и я очень-очень жду момент, когда мы купим комод. Хочу его побыстрее обустроить, я прям уже вижу, представляю, уже придумала, куда что поставлю, да, готовимся к периоду гнездования, как он называется, когда женщина готовит все, да, к приходу малышки, малыша. Я буду, конечно же, все это снимать, потому что мне нравится, мне приятно, я прям никогда, как сейчас, вот не кайфовала от процесса съемки, ведения блога своего, мне прям очень радостно это делать, и надеюсь, что вам тоже очень интересно и приятно смотреть.